В Новосибирской области в свое время водились не только пещерные медведи и тигры, но и динозавры с мамонтами. Увидеть их воочию можно в Кровеческом музее, где не так давно открылась новая экспозиция. Кстати сказать, наш Кровеческий музей недавно преобразился. Открылись новые залы, а значит появились новые экспонаты. А сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник Новосибирского Кровеческого музея Андрей Мугако. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаю, что отличная экспозиция в нашем Кровеческом музее, если вдруг вы не знали, находится Кровеческий музей за ЦУМом. И вот там не так давно появился новый отремонтированный зал. И я, насколько мне известно, в этот зал вы вынесли все то, что долгое время где-то лежало в закромах. Держали у себя дома. Правда? Да, конечно. Там даже не один зал, а два. И вообще мы это рассматриваем как завершение большой длительной работы над новой экспозицией природы. Новая экспозиция природы. Что это такое? Это какие-то ископаемые? Это насекомые? Это может быть животные? Что там у вас есть? Расскажите. Ну, вообще она, поскольку музей у нас краеведческий, то на первом месте, конечно, это природа нашей родной Новосибирской области. У нас показаны практически все звери местные, практически все, ну, большинство видов птиц показаны насекомые Новосибирской области. А вот то, что недавно открылось, это большой палеонтологический зал и зал, посвященный геологии, минералам, горным породам. А по какой причине вы долгое время хранили какие-то эти экспонаты, которые сейчас выставили? Просто некуда было или что? Ну, у нас же в музее был ремонт, мы же создавали принципиально новую экспозицию, вот сейчас мы завершили. Могли перепутать горные породы и потолок туда брошены. У нас новые витрины, у нас новое оборудование, у нас абсолютно новая экспозиция, которой раньше не было. Ну, вот давайте тогда затронем те экспозиции, точнее, те экспонаты, которые вы считаете наиболее интересными. Вот ради них стоит именно прийти в Крыльевский музей и вот встать возле витрины, как это правильно называется, витрины, да, и долго-долго досмотреть, разглядывая, вот почему вот так, а не вот так. Расскажите, что ли? Ну, наши музеи выставлены как музейные предметы с давней музейной историей, которые у нас давно уже хранились в фондах и выставлялись какие-то, какие-то не выставлялись, но и множество новых поступлений, которые вот буквально, наверное, последний год были приобретены. Музей довольно много приобрел интересных предметов, поступили в фонды. Например, в палеонтрологическом разделе это огромная, уникальная известняковая плита из Марокко с отпечатками морских лилий. Я слышал, какой-то медведь у вас стоит, огромный такой. Ой, очень страшный, Мишка. Очень страшный. Очень большой. Как знающие люди говорят, очень страшный. Что это за медведь? На самом деле он не такой уж страшный, если с ним поближе познакомиться. Это пещерный медведь. Нужно было сходить. Нет, ты просто, нет. Я бы здесь стеснялась, он 4 метра практически. Кафе сидел. Во-первых, там есть череп, натуральный, подлинный череп пещерного медведя. И потом из этого черепа создали вот эту вот чучу. Да, в том числе из этого черепа и по данным ученых-палеонтологов создали реконструкцию. То есть это воспроизведение, ну так грубо говоря, чучела пещерного медведя. Вот давайте-ка вот, чтобы люди поняли, почему страшно, сколько вот он, какой он в длину, вот этот вот пещерный медведь. Сколько он весит, какой рост у него, цвет глаз. Ну, сколько он сейчас весит. Сколько он весил, трудно сказать. Но он большой. Вы знаете, ну метр два с половиной, наверное, он в высоту. Он еще так на дыбах стоит. Да, он, в общем, стоит вот на задних лапках таких, знаешь, смотрит на тебя, дескать. Сейчас стоят тебя лапкой один раз-раз, и тебя не будет. Ну, у нас ведь не только медведь, ну что медведь, у нас есть маленький младенец мамонтенок есть. Вот давайте про мамонтенка, кстати, который теперь тоже живет в новом зале поговорим чуть позже, а прямо сейчас перейдемся на небольшой блок новостей и сразу же возвращаемся в студию. У нас в гостях человек, который знает все о природе Новосибирской области. Это старший научный сотрудник Краеведческого музея Андрей Мугака. В студию «Оранжевого утра» он пришел специально для того, чтобы пригласить всех в музей, чтобы посмотреть новую экспозицию, увидеть новые уникальные экспонаты, которые раньше не выставляли на всеобщее обозрение. Напомню, в гостях у нас сегодня старший научный сотрудник Новосибирского Краеведческого музея Андрей Мугака. Андрей, хочется вот задать вам вопрос, что называется в лоб. Вот зачем нам, и тебе, Артем, и мне, и нашим зрителям, нужно идти в Краеведческий музей? Для чего? Вот, ну мы же знаем, что есть у нас там комары, их 550 миллионов штук, всяких разных костей есть, мошки, всякие там плиты, лилии были. Вот зачем? Что это вот изменится? Что такого я увижу в музее, чего раньше, например, ни разу не видела, и, может быть, выясню, что у нас тут гидрозавры ходили? Да нет, ну поможешь себе в подворотне, подойдет тебе бандит какой-то, ты скажешь, а я лилию видела в Краеведческом. А ты видел? А ты видел, тут оп, побежал в Краеведческий. Ну, вы знаете, сложный вопрос такой, философский, наверное, каждый сам для себя решает, зачем ему идти в музей. Некоторые идут просто развлечься, некоторые идут... Погреться, сейчас холодно. Ну, почему нет? Мы и таких принимаем. Вот, некоторые, ну, с познавательной целью, с какой конкретно это, учащиеся студенты, много у нас семейного посещения, то есть родители ведут детей для того, чтобы показать им природу, показать, значит, динозавров тех же, которые... Подождите, вот с динозаврами интересней. То есть вы хотите сказать, что у нас в Краеведческом музее есть экспонаты, на которых, в общем-то, все видно, что вот он, след динозавра, который ходил тут вот в Давича, возле ЦУМа. За ЦУМом как раз вот. Да, у нас есть и следы динозавра, и кожа динозавра, и яйца. Кожа динозавра? Да. А где вы взяли? Из Монголии. Из Монголии. А подождите, как, в смысле, кожа динозавра, как она могла сохраниться? Тебя так удивила кожа, да? Я просто зубочек себе хочу. Я вот другое. На самом деле, это отпечаток кожи динозавра, кстати, уникальный экспонат. Ну, просто отпечаток, то есть, там вот какие-то есть волокна из кожи, то есть самой или нет, или что, или как это отпечаток? Это отпечаток. Конечно, там самой кожи нет, за миллионы лет она не могла сохраниться. Ну, кто знает, а вдруг в Монголии-то... Есть у нас позвонки стегозавра, вот этот классический такой хрестоматийный ящер, между прочим, из Кемеровской области, совсем рядом. То есть, несомненно, что и у нас здесь, на территории Сибирской области, ходили не только мамонты, но и до мамонтов были динозавры. То есть, у нас было все. А вообще, музей, я хочу сказать, на самом деле, это, может быть, прикосновение к тайне. То есть, есть определенная магия музея. Человек приходит в музей для того, чтобы прикоснуться к чему-то такому, чего он не видит повседневной в обыденной жизни. Вот здесь... Мне кажется так. Мне вот интересно, что... Это еще на уровне ощущений. Что еще вот у нас в Новосибирской области такого интересного нашли? Что-нибудь такое, что раз, и историки решили переписать. Оказывается, здесь было все по-другому. Может быть, что-то есть, какой-то такой вот экспонат, который только вот действительно в Новосибирской области был? И вот нигде, ни в Монголии, ни в Монако, ни в каких вот он... Ну, это мы говорим про палеонтологическую экспозицию. Там действительно у нас есть предметы из других районов. Вообще-то, я хочу подчеркнуть, что птицы и звери у нас все чисто местные. То есть, приезжих и нет. Наши родные зайцы, утки. Мамонтенок. Чижи и стрижи. Вот и мамонтенок тоже. А вообще, вот из таких предметов, связанных с Новосибирской областью, ну, во-первых, это, конечно, легендарная мамонтиха Матильда. Такая вечная тема, она там присутствует. Это бренд Новосибирской области. Заняла там почетное место. И еще это череп пещерного льва. У нас же и львы жили. Да вы что? Да. Носороги, львы, слоны, все это было в Новосибирской области. Слоны в Новосибирской области? Тогда еще не было в Новосибирской области. Слоны? Конечно. Это мамонты. Мамонты – это древние слоны. Я вообще-то испугалась, думала, может, какие-то другие слоны уже были. Череп пещерного льва. Единственная находка на территории Западной Сибири. А где его нашли? Нашли его на притоке реки Ини, недалеко от Новосибирска. Ну, пить ходил в Новосибирск. Прибил его с Монакой. Нашел дачник. Да вы что? Обычный дачник принес в музей. Подождите, вот это тоже интересная история. Просто обычный дачник. Да, это очень интересно. Копал, копал, зачем-то возле Инюшки что-то, нашел, череп испугался. Нам часто приносят кости различные. Вот, но иногда они... Это просто куриные кто-то поел, да? Да, иногда они становятся вот такой уникальной находкой, как этот череп. Да? Знаете, такой вопрос в психологии. Вот принес действительно какой-то дачник кость. А она оказалась там кость коровы, да? Как сказать, чтобы не обидеть человека? Что, знаете, это корова, поэтому... Ну, мы же учреждение культуры, мы же работаем с людьми, мы умеем объяснить все правильно, так, чтобы человек... А были такие случаи, когда реально приходят, говорят, что, слушайте, да это мамонт, вот я вижу по кости, смотрите, вот прям мамонт настоящий, а это корова. Да все бывало. Ну, и такие... таким людям вы отказываете, говорите, что, слушайте, ну, извините, конечно, вы... Ну, да, мы, естественно, объясняем. Ну, что ж, давайте теперь еще пригласим наших зрителей непосредственно в музей. И когда можно прийти, до скольки вы работаете, что можно там, не знаю, сделать, потому что там лекции проходят. Вы знаете, наш музей, ну, где он находится, уже говорили, он работает с 10 до 20 часов каждый день. Просто можно прийти и посмотреть. Да, конечно, без проблем. Вот я хотел сказать, почему вообще стоит прийти в этот музей? Ну, во-первых, потому что мы уже говорили, что эта экспозиция абсолютно новая. Так. Потому что мы там показали очень много нового, интересного, вот из новых поступлений. Там вещи уникальные есть просто. Вот. Во-вторых, почему стоит? Потому что это на данный момент, вот без ложной скромности, это один из лучших кровеческих музеев у нас в России. И уж точно лучший в азиатской части России. Ну, только вот ради этого, мне кажется, стоит пояснить, посмотреть на новые экспонаты. Ну, и, наконец, это просто интересно. Вот, вы знаете, я работаю в музее, каждый день там практически бываю. Я тысячи, там, сотни раз видел эти экспонаты, держал их в руках. Я себя ловлю на мысли, что я иногда вот как простой посетитель хожу и разглядываю их. Мне интересно. Я каждый раз нахожу там для себя что-то новое. Постарайтесь и вы найти что-нибудь новое. Напомним, в гостях у нас сегодня был старший научный сотрудник Краеведческого музея Андрей Мугака. Спасибо большое, что пришли. Спасибо.